Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами обозреваем последние новости по Турции, ну а также по мировому туризму, так что давайте приступать. Итак, власти Турции объявили о том, что официально разрешают турецким больницам вакцинировать иностранных туристов. На протяжении всего прошлого года очень многие мои зрители спрашивали меня, есть ли возможность туристам в Турции вакцинироваться иностранными вакцинами. В прошлом году такой возможности не было, но начиная с этого 2022 года на официальном уровне туристам разрешается вакцинироваться в Турции. Давайте же разбираться, во-первых, какие условия предлагаются, какую вакцину можно сделать теперь в Турции и сколько это будет стоить. Для начала очень важно подчеркнуть, что данную новость опубликовал Минздрав на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций Турции. И уже очень многие как государственные, так и частные клиники подтверждают, что получили письмо от Минздрава, в котором им сообщается о том, что они могут вакцинировать иностранных туристов. В частности, государственная больница города Каш уже проводит вакцинацию иностранцев. Государственные клиники в Алании также получили письмо от Минздрава, но пока еще не принимают туристов, поскольку им нужно организовать весь этот процесс. Такие крупные медицинские холдинги, как Анадулу и Яшам, также заявили о том, что уже готовы принимать иностранных туристов для вакцинации, но пока еще у них нет ни одной заявки. Что нужно иностранному туристу для того, чтобы получить вакцину в Турции? Сообщается, что заранее записываться не нужно. Вы просто берете заграничный паспорт, приходите в соответствующую больницу, которая занимается этими процедурами и, собственно, получаете вакцину. Какую вакцину можно будет получить иностранному туристу на территории Турции? Здесь есть два варианта. Либо Pfizer, она же BioNTech, либо же китайскую Sinovac. Также в сообщении уточняется, что больницы готовы вакцинировать иностранных туристов, начиная с 18 лет. Стоимость одной дозы вакцины составляет 400 лир. По сегодняшнему курсу это где-то 2240 рублей, либо же около 25 евро. Таким образом, для того, чтобы получить две дозы, вам потребуется заплатить 800 лир. Что произойдет после того, как иностранец получит первую дозу вакцины в турецкой больнице? Его занесут в государственную систему Enabis, это турецкая государственная система. Также выдадут на руки бумажный сертификат, ну и вы получите еще и электронный сертификат. Кстати говоря, такой сертификат совместим с европейской системой сертификатов вакцинации и признается Евросоюзом. То есть, по сути, вы получите на руки сертификат европейского образца. Таким образом, получается, что если вы вакцинируетесь в Турции BioNTech, то у вас появится возможность путешествовать по Европе при наличии визы или соответствующих оснований для въезда в ту или иную европейскую страну. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, очень многих россиян сейчас интересует вопрос, а можно ли будет в Турции получить бустерную дозу BioNTech после того, как уже прошли вакцинацию спутником V. Как сообщает ряд клиник в Турции, да, такая возможность тоже будет предоставляться и такое сочетание тоже будет давать европейский зеленый пропуск. Ну а также на территории Турции в больницах можно теперь будет привиться иностранцам и китайской вакциной Синавак. Как сообщают крупнейшие туроператоры России, на данный момент они не собираются организовывать вакцинные туры. В частности, об этом заявляют AnnexTour, PegasTouristik, Tui. Они не заинтересованы в организации подобных туров, но некоторые более мелкие туроператоры, которые уже организуют вакцинные туры для россиян в Европу, сообщают, что готовы заняться организацией подобных туров для россиян. В частности, об этом сообщает туроператор Русский Экспресс, цитирую, «Такие туры в Турцию займут достойное место в линейке наших вакцинных туров, которые мы сейчас предлагаем россиянам в Армению, Грецию, Сербию и Хорватию. Рассчитываем, что на вакцины туры в Турцию придется не менее 20% спроса в этом сегменте». Вот такая вот сегодня поступает информация по поводу разрешения турецкими властями вакцинировать иностранных туристов на территории Турции. Довожу до вашего сведения. Ну а мы идем дальше. Пожалуйста, не забывайте поставить лайк под этим роликом. Вы знаете, это очень сильно помогает в развитии канала. Я заранее всех благодарю. Ну а мы переносимся с вами в Египет. В соцсетях распространяется видео с большой акулой у берегов курорта Хургада. После появления данного видео очень многие туристы, которые сейчас отдыхают в Египте на курорте Хургада, конечно, начали беспокоиться. Как сообщается, на видео зафиксирована океаническая акула Мака. Ее увидели дайверы и отметили нетипичное поведение. Акула была малоподвижна и дезориентирована. В СМИ сообщают, что инцидент произошел рядом с давно закрывшимся отелем Шератон, рядом с которым располагаются десятки прогулочных яхт. Глава морской ассоциации спасений и защиты окружающей среды в Хургаде сообщает, что после осмотра у акулы были обнаружены травмы заднего плавника и глаз. По его мнению, такие повреждения возможны из-за попадания под винт морского судна. В местном природном заповеднике заявили, что приняли решение дать акуле возможность восстановить свои силы самостоятельно, ну а рыбакам сказали оставить ее в покое. Ну а теперь хорошая новость для тех, кто планировал свое путешествие в Мексику. На сайте ассоциации туроператоров России сообщается, что страна отменяет абсолютно все ковидные въездные ограничения. На самом деле Мексика и до этого не требовала у туристов предъявления каких-либо документов, подтверждающих антиковидный статус, ни ПЦР, ни сертификатов вакцинации. Единственное требование, которое предъявляла страна, это заранее заполнить анкету, которая называется Фуэлла Сигура. Но теперь и эту анкету отменили, заявив, что в ней нет никакой эффективности. Конечно же, в связи с этим Мексики надеются на то, что теперь еще больше туристов будут привлекать в свою страну. Вообще сейчас в Мексике практически не действуют никакие ограничения. Единственное, есть требование носить маски. А вот для посещения достопримечательностей стране вообще не требуются никакие коды и никакие документы. Хотя Мексика по итогам новогодних туров вошла в топ-10 самых посещаемых россиянами, все равно сейчас эксперты в области туризма сообщают, что пока рано надеяться на то, что данный факт отмена анкеты как-то увеличит спрос у россиян на Мексику, поскольку именно туры в Мексику сейчас являются одними из самых дорогих. И, конечно же, очень многих туристов цены отталкивают. К примеру, Анекс Тур дает информацию, что самые недорогие туры в Мексику на 10 ночей в отель 4 звезды по системе все включено стартуют от 213 тысяч рублей. Вот такая вот информация поступает по поводу Мексики. Вчера на моем канале вышел ролик, где мы с вами вновь вспоминаем о правилах въезда в Турцию, ну а также правилах перемещения внутри страны. И под этим роликом у очень многих моих зрителей возник один и тот же вопрос. Сертификат переболевшего в России продлили на год, а при въезде в Турцию он действует только в течение 6 месяцев. В самой России действительно изменили это правило, теперь подобный сертификат действует год, в то время как в Турции еще не меняли этого правила и на территории самой Турции пока признаются только справки о том, что вы перенесли заболевание в течение полгода. Вообще вполне возможно, что ближе к сезону, к апрелю в Турции пересмотрят правила, но пока на данный момент действуют все те требования, которые я освещала в своем предыдущем ролике. Еще после вчерашнего моего ролика очень многих возникло непонимание по поводу заграничного паспорта. В прошлом ролике я сообщала о том, что для того, чтобы въехать в Турцию срок вашего заграничного паспорта должен быть не менее 4 месяцев. Какой срок я имела ввиду? Конечно же срок окончания паспорта. Почему-то очень многие решили, что после того, как получить новый паспорт нужно подождать 4 месяца и только после этого можно въехать в Турцию. Нет-нет-нет, конечно же здесь имеется ввиду срок окончания паспорта должен быть не менее 4 месяцев. Как только вы получаете новый свежий загранпаспорт, вы можете в этот же день выезжать в Турцию. Вы помните в самом первом ролике этого года я вам рассказывала о том, что в Турции начиная с 2022 года невероятное повышение цен на электроэнергию. Вот уже мы видим первые результаты, когда жители Турции начинают получать счета, где суммы явно завышены. Причем самое интересное, что эти счета приходят еще за декабрь месяц, когда по идее энергетические компании должны были выставлять счета еще по старым тарифам, но получается так, что многие компании решили уже посчитать счета еще за предыдущий год по новым тарифам и конечно же по всей Турции прокатилась целая волна возмущений. Глава департамента по урегулированию энергетического рынка уже выступил с критикой в адрес энергетических компаний, заявив, что предоставлять еще старые счета по новым тарифам совершенно неприемлемо. Цитирую. Розничные компании должны рассчитывать потребление по старым ценам по количеству дней в декабре, а новый тариф использовать при расчете потребления по количеству дней в январе. Каждый потребитель оплачивает счет за электроэнергию в соответствии с тарифом того месяца, когда она была использована. Компании, которые применяют тарифы другого месяца, должны будут заплатить за свои действия высокую цену. Кроме того, глава департамента посоветовал всем жителям Турции, которым пришли завышенные счета за декабрь, обратиться в обслуживающую компанию и указать им на ошибку, чтобы те в свою очередь ее исправили. Я знаю, что среди моих зрителей есть очень много людей, которые на данный момент проживают в Турции. Если вы также столкнулись с такой проблемой, получили завышенные счета, имейте в виду, у вас есть возможность обратиться в энергетическую компанию, которая обслуживает ваш дом и потребовать у них правильно рассчитать ту сумму, которую вы должны заплатить за декабрь месяц. Имейте в виду. Ну что, вот такие вот новости получились у нас на сегодня. Если у вас остаются какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я всегда все читаю, анализирую и затем выпускаю даже видео, где отвечаю на ваши вопросы. С вами, как обычно, была Катя. Мы увидимся в следующем ролике.